Эти специалисты за несколько минут определяют концентрацию угарного газа в воздухе, находят малейшие следы нефтепродуктов в почве и невидимые глазу взвешенные частицы в воде. Железнодорожные экологи – настоящие стражи окружающей среды. Их главная забота – год за годом снижать количество вредных выбросов на всех объектах железной дороги. Мы, как санитары леса, выезжаем на объекты, если видим какие-то отклонения, превышения, мы сигнализируем об этом предприятию для того, чтобы они принимали соответствующие меры. Первый опыт экологического аудита в России относится к концу 19 века. В 1892 году мещанин Глухов был вынужден закрыть свой химический завод после того, как комиссия признала его опасным для здоровья местных жителей. Функцию экологов во время проверки выполняли врачебные инспекторы и фармацевты. Официально профессия эколога появилась в СССР только в 1982 году, а уже в 1984-м на железной дороге заработала первая в истории экологическая лаборатория. На сети российских железных дорог работают 56 экологических лабораторий. Их основная задача – контроль качества выбросов на всех железнодорожных объектах. Чтобы не допустить опасных утечек, экологи регулярно отбирают на предприятиях железной дороги пробы воздуха, воды и почвы. Нас интересуют все источники, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. Это котельные, очистные сооружения, различные установки по очистке воздуха, такие как циклон, площадки для хранения и накопления отходов. Сами предприятия, их территория, допустим, склады топлива, мы проводим исследования по содержанию несодержащих продуктов по территории непосредственно. Каждый объект требует индивидуального подхода. В котельной экологи проверяют выбросы опасных веществ в атмосферу. Для этого они замеряют концентрацию вредных соединений в дымовой трубе. Экологи помещают в нее датчик газоанализатора. Этот прибор за считанные минуты вычисляет в воздушном потоке три главных вещества – углекислый газ, оксид и диоксид азота. Благодаря тому, что мы контролируем, мы видим, сколько выбрасывается. Если превышение, руководство дает рекомендации по снижению выбросов. В депо главный объект внимания экологов – ливневые колодцы. Сюда стекает дождевая вода с территории предприятия. Поэтому по содержанию в колодце разных веществ можно судить об опасных утечках. Емкости для отбора воды готовят заранее. Они должны быть хорошо промыты и простерилизованы, чтобы в пробу не попали ненужные примеси. Отбираем пробу сточной воды в ливневом колодце на ингредиенты, которые заявлены в заявке. В основном это нефтепродукты, взвешенные вещества, железо, фенолы могут быть, сульфаты. Чтобы отобрать пробы почвы, экологи выходят на станционные пути. Здесь они выбирают пять разных точек. В каждой из них специалисты лаборатории выкапывают около 200 граммов земли и затем перемешивают все образцы. Экологи обязаны отобрать еще и шестую пробу, подальше от рельсовой колеи, для сравнения концентрации нефтепродуктов. Московская железная дорога насчитывает 231 структурное подразделение. В общей сложности на их территории находятся более тысячи разных источников выбросов. Экологи отбирают пробы на каждом из них до четырех раз в год. В стационарной лаборатории экологи проводят химический анализ всех отобранных проб воды и почвы. Их основная задача – установить в них точную концентрацию опасных веществ и сравнить ее с ПДК – предельно допустимой концентрацией. Ее размер определяют Росприроднадзор и водоканал. Не всегда получается так, что мы входим в ПДК, и вот мы стараемся, чтобы наши предприятия не платили лишних денег и штрафов водоканала. Мы мониторим ситуацию и уже им говорим, где надо в ночных сооружениях засыпку сменить или почистить колодцы, чтобы все-таки уложиться в те ПДК, которые определяют водоканал. Анализ одной пробы воды занимает у эколог более восьми часов. Он определяет в ней концентрацию 30 разных ингредиентов. Каждое вещество требует отдельного анализа. Раз за разом эколог наливает воду в небольшую пробирку, добавляет нужный реактив, тщательно его размешивает, устанавливает длину волны на спектрофотометре и записывает очередной результат. Всю эту процедуру он проделывает минимум трижды для каждого определяемого компонента. Для того, чтобы получить среднее значение, мы должны сделать три или пять анализов. Они должны как бы впасть в одну линию, не сильно отличаться. И усредненное значение оно является более таким правдоподобным, потому что если будет одно там значение 2, 2, 0,5, это ясно, что или колба плохо помыта, или реактив старый и так далее. Специалисты лаборатории должны безошибочно разбираться в химических веществах, а также знать и соблюдать правила безопасного обращения с ними. Во время анализа им часто приходится работать с опасными реактивами, такими как гексан. При помощи этого растворителя экологи определяют концентрацию нефтепродуктов в воде. Гексан на себя вытягивает все нефтепродукты, которые там находятся, ну, в большей части. Затем, ну, это в делительной воронке, все отстаивается. Ну, почему она делительная называется? Потому что там разделяются слои. Значит, нижний слой, слой воды, отбрасывается. И определяется жидкость содержания нефтепродуктов в верхнем слое, гексане. За год экологи московской лаборатории проводят более 60 тысяч анализов. Это позволяет своевременно находить и устранять утечки вредных веществ на железнодорожных предприятиях. Каждое железнодорожное предприятие раз в год посещает эколог-инспектор. Его задача – помогать подразделениям железной дороги соблюдать природоохранное законодательство. Инспектор консультирует специалистов предприятия, тех, чтобы они могли разобраться с документацией и экологическими платежами. Главная наша цель, конечно, все-таки помощь. Потому что экологией занимается достаточно узкое количество людей на железной дороге. И наша задача, конечно, это и направлять, и информировать структурное подразделение изменений, требований природоохранного законодательства, изменений положений по дороге. Эколог-инспектор изучает природоохранную документацию предприятия. Приказы, планы, отчеты, проекты по выбросам и сбросам. За одну проверку он просматривает сотни разных бумаг. Если инспектор находит неточности или ошибки, то объясняет, как их исправить. Артем, у вас выявлено первое несоответствие – это отсутствие отчета, поквартального отчета, выполнение планов природоохранных мероприятий. Нужно это делать следующим образом. На основании утвержденных уже мероприятий сделать бланк поквартальный. Соответственно, будет 4 отчета по каждому квартале, в котором прописано, что такое-то мероприятие выполнено в таком-то квартале, ответственный такой-то человек. После работы с документами инспектор осматривает все производственные помещения. Он проверяет, нет ли в них пятен мазута, правильно ли организован сбор мусора, где и как хранятся контейнеры с отходами. Если он находит недочеты, предприятие обязано устранить их за несколько дней. Инспектор обязан после своей проверки оставить предприятие в таком виде, чтобы любой надзорный орган пришел и не смог предъявить ни единой претензии к работе и к соответствию всех документов, нормативных, находящихся в предприятии. На сети российских железных дорог работают более 400 экологов. Благодаря их контролю железная дорога уже много лет сохраняет статус самого экологически безопасного вида транспорта.